И привет всем, дорогие друзья! И сегодня у нас обзор на баранку от компании Fonatec. Это реплика руля BMW от BMW M3 в 92-м кузове GT2 класса. Поехали! И прежде чем мы начнем говорить об этом руле, конечно же, пакинг, ребята, я не изменяю традициям. Так что посмотрим, как все это пришло, как это выглядело. И первые ни с чем несравнимые эмоции. Та-дам! Блин, ну, как всегда, все на высшем уровне. Так, аккуратненько открываем. Нож, блин. Так, ну тут у нас сразу Quick Guide. И, конечно же, наклеечки. Описание, какие кнопки, что означают на PlayStation 4, я уже вижу. Так. Так, достаем, это у нас просто коробочка. Ну, момент истины. Как же выглядит? И больше, кстати, ничего нет. Просто, к сожалению, никаких дополнительных насадок на кнопки, ничего такого. Как обычно, прекрасный чехольчик. Ну и должен сказать, кстати, что он сразу достаточно такой увесистый, тяжелый. Блин, ну, Алькантара, как всегда, супер мягкая, на высшем уровне. Алюминий. Ой, выглядит, конечно, здорово. Я долго сомневался, нужен мне такой руль или нет. Я очень хотел круглую какую-нибудь баранку. Ну, клики, кстати, отличаются. Наверное, не в лучшую сторону они отличаются от моего руля под владелье Sport. Потому что они какие-то более такие потухшие, что ли. Ну, а в целом, нажатие клавиш, все, как всегда, на уровне. Четко. Прикасаешься к вещи и понимаешь, что, ну, блин, ну, вот это качество. Так, ну-ка. Оп, все. Умеете. Могете просто. Итак, я говорил, что все, конечно, здорово, но круглая баранка тоже нужна. Потому что иногда люблю поиграть в роли на игры. Иногда люблю, там, не знаю, бачком где-нибудь раздать. И все в таком духе. И некоторые не особо мощные машины, которым, собственно, не требуется такая острая рулежка, штурвал. Иногда хочется просто почилить, не знаю, например, там какой-нибудь Forza Horizon. Просто покататься, посидеть, покрутить рулем. И я думал, какую же круглую бараночку взять. Я выбирал между двумя рулем, честно скажу. Между баранкой от Porsche и между баранкой от BMW. Я посмотрел, наверное, все видосы, которые были на YouTube. И вообще везде, где я смог найти какую-то информацию. На форумах, на Reddit и так далее. В общем, мой выбор остановился на руле BMW. Потому что Porsche, мне, честно скажу, не нравился цвет. Но, был момент, который меня очень сильно волновал. Вес этой баранки, он до килограмм. Что-то там 900, кажется, грамм. Ну, что-то около, там, около килограмма. То есть, все вместе с вот этим крик-релизом и со всей вот этой ботвой. Это дело весит, ну, где-то 1200 килограмм. Этот руль же, он весит 2200. И вот если просто взять в руки вот этот и вот этот. Разница, ну, по весу этот, я думаю, видите, с каким усилием я поднимаю. Так, собственно, спереди нас встречает 11 кнопок. Все кнопки разноцветные. Как вы сейчас уже можете заметить, я прикупил такие наклеечки, да, которые я поклеил, чтобы не путаться, где квадрат, где треугольник. Потому что я по большей части играю на PS5. Сама баранка в диаметре 32 сантиметра, как я уже говорил, это реплика. Снизу вот здесь она вот так скошена. Это тоже, на самом деле, очень прикольно. Мне нравится. Лично мне нравятся скошенные роли. Может быть, ты, конечно, не фанат. Но это уже дело лично сугубо каждого. Баранка сделана из трех составляющих. Собственно, металл. Это, наверное, процентов 70 всей баранки. Вот этот пластик. Но это, по сути, кавер только сзади, да, который закрывает. И, собственно, сама плетка по кругу, алькантара. О ней сейчас и поговорим. Это настоящая алькантара. Он у меня уже порядка, наверное, двух месяцев. Алькантара по-прежнему выглядит отлично. Несмотря на то, что я использую перчатки, когда катаюсь. Очень качественная, очень мягенькая. И вот так вот даже, когда ее нажимаешь, вот видно, что она прожимается. Очень прикольно. Все швы ровненькие. Нигде никаких косячков я, если честно, не увидел. По технологиям в самом руле идут два вибромотора. Точно так же, как и в этом роли. Это еще один, кстати, момент, почему я выбрал именно этот руль. Я еще ломался между Носкаровским рулем. Он выглядит офигенно, как вы сейчас видите на своих экранах. Мне лично очень нравится, хоть я и не фанат Носкар. Но то, как выглядит их баранка от Фанатек, просто конфетка. Но для нее нужно покупать хаб. Дело тут даже не в деньгах. Потому что хаб будет работать сам по себе. А вот это рулевое колесо, вы его как бы просто прикручиваете и все. Работает хаб. А за эту штуку, за руль вы просто держитесь. Здесь же, как я сказал, идет два вибромотора. На опыте вот с этим штурвалом я уже понял, что вибромотор на самом деле вот такенная тема. Когда ты можешь настроить на самой баранке еще и отдачу самого рулевого колеса. То есть не только у меня там педали базы вибрируют, но еще и сам руль. Это тоже очень прикольно, особенно во всяких там раллиных играх и так далее и тому подобное. Здесь у нас опять же таки вот такой вот дисплей с повторителем тахометра. Он немножко такой выпуклый сделан. Вот эти лампочки все можно потрогать, пощупать. Вот опять же таки маленькая кнопка для регуляции настроек. То есть, как я тоже уже рассказывал в предыдущем обзоре на Фанатек. Вы нажимаете эту кнопку и у вас есть пять положений, которые вы можете настроить. Как я уже рассказывал, да, вот у меня первое положение это Gran Turismo Sport. Второе положение у меня Assetto Corsa. Третье, например, у меня Dirt Rally. Четвертое VRC8 и так далее и тому подобное. Вот у меня пять таких положений. Я могу настроить баранку как неудобно. То есть первые два положения я сел, спокойно подключил этот руль и поехал. Третье положение включил, подключил эту баранку. Опять же таки сел и поехал. Плюс еще один момент. Этот руль сразу же шел с квик-релизом. Эта вещь вообще просто пушка. Если вы помните, как все было на Трастмастере, не пушка, да, то здесь просто все работает отлично. Вот раз все, поехал. Раз все, приехал. Отсоединил. Все работает здорово. Все прекрасно. Также, конечно же, есть система Funky Switch. Вот эти два переключателя, которые опять же таки работают не во всех играх, по крайней мере на PS5, на PS4. И вот этот Funky Switch, да, который крутится, работает в семи положениях, в леопраграх вниз и еще и нажимается. То есть такая стандартная тема есть фактически сейчас, да не фактически, а на всех баранках Fanatec. Вот здесь тоже этот Funky Switch присутствует. Вот, поэтому здесь ничего нового. И один момент, за который я действительно очень сильно переживал, многие мне об этом говорили. У меня база CSL Elite на PS4 лицензированная, да, то есть она хоть и не такая уже слабенькая, как CSL Elite первого поколения, да, мощности здесь порядком меньше, чем у Club Sport или DD рулей с Direct Drive, да. Поэтому я переживал, что вот этот руль, он весит гораздо тяжелее, порядка 2,200 он, по-моему, весит со всеми вот этими квик-релизами. Когда вот этот руль, он прям, конечно, сделан был по большей части для Club Sport, потому что он легенький, 1200. Вот так вот, если их вдвоем взять и померить, этот, конечно же, весит гораздо больше. Я боялся, что я либо нагну базу, благодаря этой баранке, потому что она гораздо тяжелее, мотору придется гораздо больше усилий делать, при одном и том же фидбэке на разных рулях. Ну вот. И фидбэк станет слабее. Из всего подтвердилось пока, слава богу, только то, что фидбэк действительно стал слабее. Баранка тяжелее, нагрузка больше, но при этом, честно скажу, вот первые мои эмоции, когда я только вообще подключил этот руль, 2 месяца назад, да, я его купил, распечатался, попробовал, мне было грустно. Потому что вещь действительно стоит денег, несмотря на то, что, кстати, я ее купил по скидке в Black Friday, она стоила почти на 100 долларов дешевле, их там было ограниченное количество. Собственно, это тоже и была причина покупки этой баранки. Вот. И я почувствовал, что фидбэк действительно гораздо меньше. И первый, наверное, день-два, я прям грустил на эту тему. Я думал, блин, как классно выглядит эта баранка, и как грустно мне от того, что она, ну, я не могу получить весь фидбэк, я не получаю это удовольствие. На самом деле, через пару дней я прям катался вот плотно на этом руле, и я начал прям понимать, в чем его кайф. Да, вибрации меньше, фидбэка меньше, я не спорю, но если ты хочешь, опять же таки, как я сказал, на каких-то быстрых машинах, там, не знаю, в Формула-1, что-то действительно серьезное, быстрые GT3 автомобили, подключил эту баранку, где тебе прям нужна точная рулежка, все, нет проблем. А если ты хочешь пофанить, то, в принципе, этой базы достаточно с этой баранкой. И одно, вот я правильно тоже замечание вычитал на форуме одного из людей, которого тоже волновала эта проблема, что база не такая мощная, она может сломаться под тяжестью этой баранки. Он сказал так, что, если, слушай, если сама Фанатек не пишет нигде в описании, что этот руль вредит для вот этого базы, он не подходит, он может ее сломать, то они бы и не стали их продавать, и не писали бы, что они, как бы, совместимы, и они подходят. Поэтому я так и подумал в тот момент, думаю, черт возьми, действительно, чего я переживаю, ну, сломается база на гарантии, верну им, скажу, ребят, вот так и так, или, опять же-таки, продам руль, потому что, ну, я все свои вещи храню в чехлах, в общем, не в убитом состоянии, тем более, что я купил его на распродаже в Black Friday, и сейчас эти рули можно там продать, я не знаю, там не в два дорого, продают их на eBay, чем купил я. Вот, так что грустить не стоит, тем более, вот эта база со мной не навсегда, однажды я ее все-таки поменяю на что-то более мощное от Фанатека, но пока этого больше, чем предостаточно. И на этой ноте на сегодня я буду заканчивать, надеюсь, обзор для вас был информативным, тебе понравилось, если понравилось, ты знаешь, что делать, прожимай большой палец вверх, подписывайся на канал, и не забывай оставлять комментарии под данным видео. Ну, и, конечно же, пишите свои мысли, пишите, какой у вас опыт, собственно, с данным рулем или с данной базой, не сломалось ли, надеюсь, ни у кого, ну, и просто свои мысли, как вам внешний вид и вообще, как вам в целом. Так что все, увидимся в следующем видео, ребят, до новых встреч, всем пока!